Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Фаликман Мария Вячеславовна, доктор психологических наук, руководитель департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Окончила факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Мария Фаликман – автор свыше 150 научных публикаций, включая учебник и монографию по психологии «Внимание», редактор ряда хрестоматий по общей и когнитивной психологии. Научные интересы Марии Вячеславовны Фаликман – когнитивная психология, зрительное внимание, рабочая память. Мария Фаликман в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Маша. Рада вас видеть снова у нас в нашей программе, которая рассматривает человека как продукт эволюции. И закономерным образом сегодня мы подошли к настоящему этого человека как вида. Нет, он по-прежнему хому сапиенс с биологической точки зрения, но в новом состоянии. И вот прямо сейчас мы с вами, зрители, Маши, все присутствующие, мы свидетели становления новой области психологической науки, которая изучает это новое состояние. Мария Вячеславовна очень точно назвала нового человека новым кентавром. Новый кентавр – человек в цифровой среде. Тема сегодняшней программы. Пожалуйста, Маша. Добрый день. Да, на самом деле это интересный момент времени, когда эволюция современного человека начинает обгонять исследования психики человека. То есть особенно карантин, который опрокинул нас в цифровую среду, показал, насколько быстро эта среда, в свою очередь, оказывает влияние на человеческую психику, на человеческое познание. И если в самом начале XXI века в моде было предложено Марком Бренске развлечение цифровых аборигенов и цифровых эмигрантов, тех, кто перебрался в цифровую среду, и тех, кто фактически родился и растет в ней, то сейчас, мне более точным кажется, развлечение постоянных обитателей цифровой среды и ее посетителей. Тех, кто приходит, например, что-то купить в интернет-магазине или интернет-аптеке, написать письмо по электронной почте, провести конференцию в Зуме, и тех, кто в ней живет, по сути дела, почти не выныривая. И на самом деле сейчас даже в России проводится много исследований того, как люди сами оценивают свою среду. Живут ли они в реальном мире, в виртуальном мире или в том и другом понемножку, и абсолютное большинство сейчас сообщает, что живет в смешанной среде. И вот здесь, собственно говоря, происходит очень интересная трансформация, когда технологии, которые человек создает в качестве инструмента для себя, для решения таких своих задач, превращаются в экологическую нишу, в среду обитания. То есть, по сути дела, человек, эволюционируя, создает для себя какие-то все новые и новые приспособления. На самом деле вся культурная эволюция человека так устроена, да, мы создаем каменные орудия, еще какие-то, да. Причем интересно... Вещи там. Да-да-да, это всегда совместная эволюция, в которой в какой-то момент уже невозможно различить, где вклад генов, а где вклад культуры, да, потому что люди, носители определенных генов, создают культуру, создают среду, среда отдает приоритет носителям определенных генов, все они переплетаются намертво. И, собственно говоря, вот новые цифровые устройства, новые цифровые технологии, они изначально создаются именно как инструменты, да. Они становятся инструментами наших взаимодействий друг с другом, мы общаемся посредством цифровых устройств, они становятся инструментами для наших познавательных процессов, да. Мы храним там какую-то информацию, которую нам больше не нужно искать в памяти. Они организуют наше внимание, они организуют процесс ориентации в пространстве. И здесь возникает очень важный вопрос, да. Вот мы создаем орудия, а эти орудия, по всей видимости, тоже как-то меняют нас. И я бы сказала, что психология и нейронауки вместе с ней немножечко опоздали схватить тот момент времени, когда мы могли бы сравнить психику и работу мозга собственно цифровых аборигенов и цифровых эмигрантов, да, тех, кто имеет небольшой опыт взаимодействия с цифровой средой, тех, кто в ней вырос, потому что сейчас мы в ней все. Да, и условно говоря, нам не найти контрольную группу, не найти с чем сравнить. Ну, это какие-то совсем пожилые люди, совсем-совсем. А у них много всяких других интересных и не очень изменений познавательных процессов, мотивационной сферы, и опять мы не можем провести чистое сравнение. Потому что очень много пожилых людей, которые уже жить не могут без этой цифровой среды, и мы их знаем, мы с ними общаемся. Именно так. Именно так. Да, но по большому счету, вот сама по себе история про вооружение нашей психики и культурными средствами, да, это довольно старая история. В начале XX века в российской психологии работал замечательный ученый Лев Семенович Выгодский, очень мало, к сожалению, проработавший, но успевший ввести некоторые важные понятия, которые становятся страшно востребованными сейчас. Собственно говоря, именно ему принадлежит идея про инструментальный характер человеческой психики. Да, вот мы создаем орудие труда. Для чего? Для того, чтобы подчинить себе природу, для того, чтобы делать с ней то, что нам нужно. И вот Выгодский предполагает, что точно так же человек в ходе эволюции, в ходе культурного развития создает себе психологические орудия, чтобы делать, что ему захочется, с собственной памятью, с собственным вниманием, с решением задач, то есть управлять собственной психикой. Да, вот, например, возьмем память. Как у нас память устроена? Есть два момента времени, в один из которых мы что-то запоминаем, в другой из которых мы что-то припоминаем. Например, мы собираемся за покупками в магазин, думаем, что нужно купить хлеб, молоко, чай, идем в магазин, и там должны припомнить то, что мы запомнили. Но вот того момента припоминания уже нет. А что, если все это потеряется? А что, если записать было нечем? А как быть? Вот Выгодский предполагает, что где-то в культурной эволюции появляется такой момент времени, когда человек вводит в эту ситуацию инструмент для управления собственной памятью. Например, узелок на платке, зарубка на дереве, да, все что угодно. Собственно говоря, в археологических раскопках найдено много таких инструментов. В чем прелесть подобного рода инструмента? Вот я завязываю узелок на платке. Этот узелок есть в ситуации запоминания, и этот узелок есть в ситуации припоминания. То есть мы как бы взламываем психическую функцию, вводим средство, которое позволяет ей управлять. Выгодский приводит в качестве примера того, как эти средства появляются, а самое главное, как они передаются. Пример из книги Владимира Клавдевича Арсеньева, известного путешественника под названием «Дерсу-Узала», там, где он общается с удыгейцами, и должен отправляться в Хабаровск из того племени, у которого он гостит. И племя его просит, вот там в Хабаровске, пожалуйтесь на китайцев, которые нас притесняют. Он говорит, пожалуюсь, пожалуюсь. Понятно, приехал в Хабаровск. Забыл. А вот нет. Выходит старейшина и вешает ему на шею рысь и коготь. Говорит, вот приедешь в Хабаровск, посмотришь… И вспомнишь. И вспомнишь, да. То есть очень важный момент. Вот эти культурные средства передаются от старших к младшим, от взрослых к детям, да, внутри культуры. И Вогоцкий предполагает, что дальше происходит очень интересная штука. Они из внешних превращаются во внутренние, как бы вращиваются в нашу психику или интериоризируются. Если говорить по-умному, да, то есть, грубо говоря, вместо узелков на платке мы начинаем использовать вот те самые мнемотехники, да, представлять себе, как мы расставляем покупки по полочкам в шкафу, да, или составляем из них какой-то рассказ, или рифмуем друг с другом, как студенты-медики очень часто заучивают всякие труднозаучиваемые штуки, да. Вместо того, чтобы водить пальчиком по строчкам, когда мы читаем, учимся удерживать фокус внимания, уже убрав пальчик, да. То есть вот эти средства, они становятся как бы достоянием индивидуальной психики, а не внутри. И с появлением цифровых инструментов происходит ещё более интересная штука. Они как бы выплёскиваются обратно. Вот эту штуку довольно точно хватают философ Энди Кларк и Дэвид Чалмерс, когда используют термин «Расширенное опознание». «Расширенное опознание». А не вчера? А может быть, вчера. Вот где-то рядышком, да. Ну, на Фейсбуке, может, и вчера, да. Есть такое дело. Да, это вот такие ныне действующие. Мы же о цифровом человеке говорим. Вот я живу в цифровом мире. О, да. Сразу вспомнила, что учал Мерсу в день рождения. Именно так. Именно, да. Да, то есть, собственно говоря, что предполагал Выгутский? Культурные инструменты нашей психики сначала и в эволюции, и в развитии ребёнка находятся вовне, разделены между ребёнком и взрослым, потом выращиваются. Кларк и Чалмерс считают, что не так надо психику рассматривать. Психика не внутри. Психика разомкнута, выплеснута в окружающий мир. И, собственно говоря, вот эти вот культурные орудия, искусственные предметы, артефакты, да, это, по сути, внешняя форма существования наших психических процессов. Да, узелок на платке – это всё ещё наша память. Запись в блокнотике – это всё ещё наша память. И в этом плане человек с сохранной памятью, который держит в голове, и человек с болезнью Альцгеймера, который записал себе всё, что нужно, ему сделать, и держит это перед глазами, друг от друга не отличаются. И что отсюда должно следовать? Отсюда должно следовать, что, по большому счёту, когда человек пользуется вот этими культурными средствами, он не должен проводить границы сам для себя между своей собственной психикой и распределённой, разделённой с внешней средой какими-то психическими процессами. Можно это обозначить как интерфейс между человеком, личностью и её средой, её окружением, внешним миром? Вот эта вот память – это какой-то пограничный такой слой, нейтральная земля такая. Так вот вопрос в том, это интерфейс или это просто моя память? Может быть, это просто моя память? Мы сейчас поговорим немножечко об исследованиях на эту тему. Потому что вот подобрались исследователи к тому, как это можно пощупать. Но если мы говорим, что цифровая среда создаёт уникальные возможности для того, чтобы вооружать наши познавательные процессы, то есть, может, они нам больше не нужны, да, вот есть распределённая память интернета, можно загуглить всё, что угодно, память она не нужна. Но на самом деле память хоронили много раз в истории культуры. Память хоронили древние египтяне, когда появилась письменность, говорили о том, что всё, памяти больше нет, память человеческую не нужна, когда появилась книгопечатание, да, потом в очередной раз, когда появился интернет, то же самое промышление, да, вот мы создаём штуки, которые позволяют быстро считать обычные калькуляторы, да. У нас есть системы поддержки принятия решения, да, позволяющие сравнивать, например, в простом случае разные товары по ряду параметров и делать выбор. В сложном случае, например, ставить медицинские диагнозы по имеющемуся набору диагностических критериев. Означает ли это, что нам больше не нужно мышление? Или у нас есть система, которая сейчас всё более эффективно развивается, которые следят за фокусом внимания водителя за рулём, и если водитель отвлёкся, привлекают внимание водителя к каким-то важным событиям, да, например, к неожиданному появлению пешехода. Внимание больше не нужно. Или это просто новые части нашей когнитивной системы, да. Вот когда моё внимание привлекается в тексте некоторым выделенным словом, которое я ищу, да, в условиях контекстного поиска, это мною управляет или это воспринимается мною как мой собственный фокус внимания, да. Когда я снимаю на память какую-то картинку на цифровое устройство, немедленно запущиваю в соцсети, собираю лайки, или это моё воспоминание, или это нечто, что теперь хранится отдельно от меня и вернётся ко мне, например, через год. Да, да, да. И вот это вот ужасно интересный вопрос, на который, собственно говоря, начали отвечать в начале уже 2010-х годов, да, в частности в лаборатории Даниэла Вегнера, который первым описал так называемые Google-эффекты памяти, попытавшись ответить на вопрос, а вот когда человек работает с цифровым устройством, что и как он вообще запоминает, и что и как он вообще припоминает, да. Была довольно известная публикация первым автором, которая была Барбара Сперрелл, тогда работавшая в его лаборатории. Они провели целый ряд забавных экспериментов. Самый простой заключался в том, что испытуемых просили просто вбивать в компьютер какие-то факты. Да, например, что глаз Страуса больше его мозга, или, например, что... Факты, которые диктовали им эти исследователи. Это не был выбор испытуемых. Нет, 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 это были заданные извне факты. При этом половина людей получала инструкцию запомнить факты, которые они будут вводить. Половина людей такой инструкции не получала. И вот эти половинки, в свою очередь, были поделены еще на две половинки. Одним говорили, что факты будут храниться в компьютере после того, как эксперимент закончится. А другим говорили, что после окончания эксперимента данные будут стерты. После чего, естественно, проверили тех, кого предупреждали, и тех, кого не предупреждали, как они запомнили эти факты. И обнаружилось, что если человеку сказать, что данные сохранятся в компьютере, то он будет припоминать хуже, даже если была инструкция запомнить. Для меня, на первый взгляд, ситуация контрантуитивная. Если сказать, что запомни. Да, да, да. Это тебя просят запомнить. Компьютер сохранит, но тебя просят запомнить. Это твоя задача. Но вот эта история про целостную систему разделенной памяти тут как раз выстреливает очень сильно. Они там хранятся. Для меня субъективно это означает, что я помню. Но извлечь-то не могу, потому что они хранятся там, а я тут. И, собственно говоря, когда испытуемам говорили, где файлы будут лежать, они лучше запоминали место, где будут храниться файлы с фактами, чем сами факты. Как мы лучше запоминаем поисковый запрос, по которому мы что-то нашли, чем ответ на этот вопрос. Это был такой первый звоночек. Второй звоночек, мы потом еще и до третьего дойдем, был тоже ужасно забавный. Исследователи фактически показали, что когда людям задают сложные вопросы для припоминания, для извлечения некоторых сведений из памяти, они первым делом извлекают не ответы на эти вопросы, а название поисковых систем. Это первое, что приходит в голову. Для этого использовали довольно тонкий инструмент, который в психологии известен под названием «Эффект Струппа» по имени Джона Ридли Струппа, автора теста, который этот тест придумал еще в 30-х годах 20 века. И в оригинале этот тест выглядит так, что людей просят называть цвет шрифта, на котором написаны некоторые слова. Но хитрость заключается в том, что эти слова сами означают цвет. И вот когда мы называем просто набор крестиков, нам легко сказать, что они синие. Когда мы называем зеленый цвет букв слова «зеленый», нам тоже легко. Вот когда нам нужно, увидя слово «зеленый», написанное красными буквами, сказать «красный», это безумно трудно. Что это означает? Что значение слова, помимо нашей воли, автоматически обрабатывается, приходит нам в голову и мешает выполнить задачу. Похожий эффект позже, уже в 80-х, был описан для эмоционально окрашенных слов. Оказалось, что когда задача состоит просто в назывании цвета слов, но при этом есть слова нейтральные, есть слова эмоциональные, эмоционально окрашенные слова. Человек по цвету опознает медленнее, эмоция мешает. А в исследованиях группы Вегнера был использован фактически, как я это называю, Google-тест Струппа. Они задавали своим испытуемым серии легких вопросов, более сложных вопросов. Я придумала в свое время в качестве вопросов, Это была замечательная находка, я вчера так позабавилась. Да, нам легко сказать, как звали главную героиню Евгения Онегина. Все учили ее письмо, и вообще это на слуху. И очень сложно, хотя у нее было отчество, и в поэме, в романе, в стихах, описан надгробный камень, стоящий на могиле ее отца. Но кто его помнит? Он говорит, да. И после вот таких вопросов людей просили называть цвет букв в словах, которые обозначали либо поисковые системы, либо какие-то одежные бренды, например, ну, еще какие-то бренды. И оказалось, что когда вопросы были легкие, то разницы между названиями поисковых систем и брендами не было. Когда вопросы были трудные, и тут вот эта разница вылезала. То есть отсюда означает, что, получая трудный вопрос, человек первым делом думает о том, как бы загуглить. И только потом уже начинает пытаться припомнить ответ. И это, соответственно, активирует в нашей сложной ассоциативной сети памяти название поисковых систем, что мешает выполнять тест с названием цвета слов. Но, наверное, самое интересное, вот то самое, что я назвала третьим звоночком, было показано в работах Эдриана Варда, о котором мы сегодня будем еще говорить, который, по сути дела, прямо показал, как у человека размываются границы между его собственной памятью и тем, что он может найти в интернете. Но что он делал? У него испытуемые решали очень простую задачу. Людей просили припомнить что-то из школьной географии. У него было две группы испытуемых. Одним давали пользоваться интернетом, они могли загуглить ответы на вопрос, который они не помнят, другие просто сидели и вспоминали. Потом, после того, как они этим позанимались, их опрашивали, как они оценивают собственную память, насколько хорошо они помнят школьный курс географии. И вот тут вот обнаружилась феерическая совершенно вещь. Вот те, кому давали загуглить, говорили, что они лучше помнят школьный курс географии. А кому не давали, говорили, что помнят хуже. Вроде, опять же, я понимаю, что я не могу ответить на вопрос, я ее ищу в сети. И это повышает, а не снижает, оценки моей собственной памяти. Субъективной. Да, да, вот то, как я помню. То есть фактически все, нет границ. Да, вот все, что я могу найти, это все моя память. Я это помню. И более того, когда людям давали запоминать новые факты из области географии, те, которые говорили, что они помнят лучше, новые запоминали хуже. То есть фактически... Ну, то есть они занимались самообманом. В некотором смысле, да. То есть можно смело говорить об искаженной оценке собственной памяти или просто иной трактовке собственной памяти. Вот моя память – это все, что я могу найти, все, до чего я могу дотянуться. И при этом, когда у меня под рукой девайса нет, я начинаю мучительно думать о том, где его найти, как сформулировать поисковый запрос. И это тоже часть моей собственной психики. по большому счету. Я здесь в этой связи очень люблю припоминать слова известного российского физиолога, доктора медицинских, кстати, наук, Иосифа Фигенберга, который в последние годы долгой своей жизни опубликовал несколько замечательных работ на тему человека достроенного. Где прямо говорит, что когда мы пользуемся какими-то культурными средствами, он говорит и о внешних физических орудиях. Этот человек достроен – это единый организм, а не просто организм, который использует что-то в своем окружении. Что важно, уже не жизнеспособный в своем новом качестве без этих достроек. «Пойдите, выживите без одежды в Москве зимой». И здесь он как раз и вводит это понятие человека достроенного, причем эти достройки становятся частью его организма, что важно не только на уровне изменений представления о собственной психике, но и на уровне работы мозга. И вот здесь есть не очень много, но очень удивительных исследований, которые показывают, как это происходит. Но на самом деле такие исследования начались даже не на человеке, а на животных в ужасно интересной новой области когнитивистики, которая называется культурная нейронаука, которая как раз пытается изучать, как мозг перестраивается за счет освоения, присвоения культурных орудий. Мне ужасно нравятся понятия, которые ввел британский нейроархеолог, как он себя обозначает, Ламброс Малафурис, говоря о том, что мозг человека это своего рода биоартефакт, биологический артефакт, то есть рукотворный объект, на котором культура оставляет отпечатки, причем как в процессе индивидуального созревания мозга, так и на протяжении всей эволюции. Общеизвестный пример таксиста. Таксисты с таким гиппокампом. С такими задними отделами гиппокамп, передние-то у них поменьше. Да, да, ну, в общем, они поработали над своим мозгом. Да, да, да. Почему-то всегда говорят лондонские таксисты, а другие что? А других не изучали. Да, собственно говоря, вот это можно показать на самом деле даже на уровне одиночных нейронов. Я ужасно люблю эту японскую работу 2004 года, в которой обнаружилось, как у обезьянки меняется рецептивное поле одного нейрона, да, то есть вот что такое рецептивное поле нейрона, это область, из которой он собирает информацию, то есть, грубо говоря, начинает активироваться в ответный сигнал, возбуждается. Да, совершенно верно. И, собственно, они смотрели на лапку обезьянки, найдя в коре головного мозга обезьянки нейрончик, который отвечает на область лапки, после чего обезьянки давали попользоваться такими грабельками для приближения к себе приманки, то есть, по сути дела, давали поиспользовать орудие. И оказалось, что даже небольшой опыт использования орудия приводит к тому, что вот этот один нейрончик начинает реагировать не на область лапки, а на область лапки и орудия. То есть, вот он, этот самый фигенберговский... она не акцептировала настолько, что это часть ее организма. Достроенная обезьянка. Это фактически часть лапки. Причем, если обезьянке давали просто подержать эти грабельки, она ими ничего не должна была делать, не должна была решать задачу. Никаких перестроек. Попользовалась, перестроились. Собственно говоря, если посмотреть на изменение работы мозга в цифровой среде, оказывается, что там все тоже очень интересно. Естественно, он тоже перестраивается. В самом конце 2000-х исследователь из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Гэри Смол успел схватить тепленькую выборку, которая не имела опыта ежедневного использования интернета уже где-то на грани. То есть он наловил людей, которые имели и не имели опыт поиска в интернете и, собственно говоря, смотрел, как мозг таких людей отвечает на страничку с гипертекстовыми ссылками. Что такое гипертекст? Это гипертекстовая ссылка, это возможность перейти дальше. и обнаружил, что у опытных и неопытных пользователей интернета есть заметные различия в активации префронтальной коры, то есть тех областей лобной коры, которые связаны с фактически управлением поведением, с принятием решения. перейти, не перейти по ссылке, условно говоря. Текст без гиперссылок различий нет, текст с гиперссылками различия есть. Но когда вот этим неопытным пользователям дали в течение пяти дней повисеть в интернете по часу в день, всего пять часов, различия стерлись, все. То есть очень-очень быстро. Во-первых, очень быстро, а во-вторых, очень надолго. тоже совсем недавнее свеженькое исследование игроков, которые в детстве отрастили себе в зрительной коре зону покемона. То есть исследователи набрали выборку испытуемых, которые в детстве много играли в покемонов, сравнили с выборкой, которые в детстве в покемонов компьютерные игры не играли. И вот так еще можно. То есть такие выборки найти реально. Это очень специфическая все-таки история. И, собственно говоря, вот этим уже взрослым людям соответственно 20 лет спустя после, почти 30 лет спустя после их детства показывали на экране компьютера в то время как они находились в томографе изображения покемонов, а также зверей, человеческих лиц, зданий и так далее. То есть стимулы, в отношении которых заведомо есть области мозга, которые избирательно на них отвечают. Область лиц, область мест, орфографическая зона, реагирующая на слова и так далее. И, собственно говоря, вот этих опытных игроков обнаружили в затылочной височной коре зону покемона 30 лет спустя. Она все еще сидит. Она все еще сидит и все еще активируется, когда им показывают покемонов, хотя они по самоотчетам с детства не играли, хотя в детстве играли много. То есть на самом деле мозг перестраивается быстро и мозг перестраивается надолго. И в некоторых случаях это действительно формирование таких вот избирательно отвечающих на то или иное воздействие зон. В некоторых случаях это подключение существующих сетей в ответ на какие-то специфические стимулы. Вот в этом плане то, что тоже сейчас очень много очень активно изучается, и это одна из первых работ тоже всего лишь пятилетней давности, каким образом поведение человека и каким образом ответ мозга человека меняется под воздействием социальных сетей, под влиянием того нового опыта, который социальные сети дают. В частности, одна из форм этого нового опыта – это сведения о том, о скольким еще знакомым людям, незнакомым людям нечто понравилось. То, что называется словом лайк. Слушайте, но это не базовое ли вот такое стремление к одобрению? Стремление абсолютно базовое. Биологическое, стародавнее. Но когда бы вы узнали 20 лет назад, что вот это блюдо, или это картинка, или это событие… Или это твоя собачка кому-то так нравится. Ну да, и кому-то так нравится, и хочется, чтобы нравилось больше. Но в конце концов, просто вот есть некоторая собачка, и вы видите, что ее лайкнуло 3500 человек. Этих сведений еще 20 лет назад у вас бы просто не было. Вы бы их и не искали. А тут оно как бы автоматически скармливается. И тоже было довольно любопытное ФМРТ-исследование мозга подростков, которым показывали естественно специально сгенерированные для исследования картинки из Инстаграма с большим количеством лайков и небольшим количеством лайков. И обнаружили, что вот эта маленькая фиговинка, где-то там незаметно таящаяся на фоне картинки, повышает активность в тех областях коры мозга, которые связаны как раз таки с вознаграждением, с подражанием, с социальным познанием, с пониманием намерений другого человека, с оценкой другого человека и с вниманием. То есть по большому счету вот этой маленькой синенькой фиговинке достаточно, чтобы втащить все социальные сети мозга. а если речь идет о формах рискованного поведения, типа курения или перепрыгивания с одного вагона на другой, то когда лайков много, падает активация в сети когнитивного контроля. Это социально одобрено. Если лайков немного, активация выше. Если лайков много, она снижается. Понятно, что это какие-то действительно общие базовые эффекты, которых мы вправе были ожидать. И здесь они не контринтуитивны, а довольно-таки предсказуемы. Но опять же мы помним, что это новая форма информации, которая появляется благодаря распределенным социальным сетям. И, собственно говоря, дальше по сути дела сеть начинает управлять моим социальным познанием. Какое же социальное животное человек. Вы не говорите. Ну просто. Ну иначе бы не выжил. Да, наверное. Вот. И, собственно говоря, да, вот вопрос, который я с самого начала поставила и который здесь обостряется, да, все-таки вот мы этим пользуемся или оно управляет нами. Да, и я здесь очень люблю смотреть на тоже довольно новое для нас явление, которое получило название медиа-многозадачность. На самом деле человек не только социальное животное, но и многозадачное животное, и это нормально, да, смотреть телевизор и вязать было нормально. 50 лет назад, гладить, готовить. Да, собственно говоря, поддерживать огонь в костре, кормить ползающего вокруг младенца, да, и так далее. Но когда мы имеем дело с цифровым устройством или с несколькими цифровыми устройствами, они фактически собирают в себе и выплескивают на нас существенно больше задач, чем мы привыкли. Да, вот если мы посмотрим на рабочее место, пускай даже весьма занятого начальника. Ну, 50-70 лет назад, недавно. Ну да, даже 80-е. Для эволюции, чтобы что-то выработать, там нужны периоды, условно говоря, от 100 тысяч лет. Вот про язык до сих пор спорят. Он все-таки полностью врожден или выстраивается. До сих пор спорят. Да, и потому что, собственно говоря, эволюционно это как раз вот та граница, вокруг которой возможна выработка генетической основы. Здесь однозначно никак. Вот, собственно говоря, ну да, есть некоторое количество предметов, обладающих характером требования. Телефон, по которому могут позвонить, арифмометр, календарик, бумаги, там, неважно. И, собственно говоря, вот это наше нынешнее рабочее место с миллионом приложений, с десятками звуковых сигналов оповещения мессенджеров. И, собственно говоря, как быть? Да, потому что на самом деле эволюция идет так, что нам не нужно распределять внимание на такое количество задач. В принципе, очень-очень много исследований, начиная со знаменитых работ Даниэля Канемана 70-х годов. Это было задолго до того, как он занялся исследованиями в области поведенческой экономики, принятия решения, когнитивных искажений и так далее. Вот в 70-х он изучал, по сути дела, экономику внимания, распределение ресурсов. Внимание экспериментально показал, что чем больше внимания нужно на одну задачу, тем хуже человек решает дополнительное, делает больше ошибок, замедляется, бросает решать. И, собственно, новые исследования подтверждают. Сейчас все побежали изучать распределение внимания у водителей в связи с тем, что водители норовят использовать телефончики, навигаторы и так далее. И даже очень опытные водители замедляются, когда говорят по телефону, несмотря на то, что им кажется, что этого не происходит. Автопилот все равно не срабатывает. То есть, по всей видимости, внимание ограничено. А многозадачность выкидывает нас в ситуацию, это мы все должны быть Юлиями Цезаря. Хотя даже про Юлия Цезаря историки так уж не уверены. Да, неоднозначно. Неоднозначно, да. Есть такое мнение... Скорее образ такой, да? Что я тебе, Юлий Цезарь, что ли? Есть такое мнение, что Юлий Цезарь скучал на гладиаторских боях. И поэтому он должен был там сидеть, но ему в это время подносили всякие государственные дела, да? И казалось, что вот он следит за происходящим на арене, параллельно подписывает указы какие-то. Но на самом деле, вот как показывают недавние исследования, не больше двух с половиной процентов людей в принципе способны к многозадачности. То есть решать несколько задач одновременно без снижения продуктивности. Причем, чем больше человеку... Да, не просто без снижения, это очень важно. Да, да. Это действительно важно, да, и существует обратная зависимость между тем, как человек оценивает собственную способность многозадачности и тем, что с ним реально происходит. То есть, чем больше нам кажется, что мы способны выжить в ситуации многозадачности, тем на самом деле меньше... Чем хуже мы справляемся. Да, меньше она нам дается. И, собственно говоря, вот когда человек с этой своей ограниченной способностью к многозадачности оказывается в цифровой среде, вот тут-то возникает огромное количество проблем, которые он не замечает. И вот примерно 10 лет назад была целая серия исследований прямо на кампусах в университетах, где ловили с улицы студентов и сотрудников и засаживали в модельную очень упрощенную, еще раз подчеркну, очень упрощенную цифровую среду. Да, не WhatsApp, Telegram, SMS, Facebook, Messenger и так далее, а только, например, телевизор и ноутбук. Да, и вот когда перед человеком есть телевизор и ноутбук с почтовой программой, ему разрешают просто как бы сидеть смотреть телевизор, да, или сидеть смотреть свою почту, но вот есть телевизор, в минуту больше четырех переключений внимания. Мы можем по движениям глаз проследить, смотрел туда, посмотри, сюда, что дает 120 переключений примерно на 27-минутную передачу. а каждое переключение внимания – это время и это потеря информации. Да, вот в другой такой же модельной ситуации, когда человек слушает онлайн-лекцию, а ему набрасывают SMS-ки, опять же, только SMS-ки, еще вот не было всех этих мессенджеров, да, вот получился резкий провал в запоминание при увеличении количества сообщений во время лекции от 7 до 16. Да, вот там 7 сообщений за время лекции человек еще помнит, о чем она была, когда ему дают вопросы по ее содержанию, а 16 уже нет. Но более удивительно то, что даже если человеку не нужно обращать внимание на потенциальный источник информации, он все равно обращает внимание на потенциальный источник информации. Вот опять же, в некотором смысле засоряет свою память, да? Не то, что засоряет свою память, в некотором смысле мониторит то, что не нужно мониторить, потому что, скорее всего, это его часть, это его достройка. Это вот тот же самый Эдриан Вард, который изучал искажения памяти на примере школьной географии, помните, там вот где человек загуглил и думает, что он хорошо помнит школьную географию, а загуглить не дали, кажется, что хуже. Не так давно провел замечательную серию экспериментов, в которых у него люди делали тесты на объем рабочей памяти, то есть, сколько информации человек может удержать в течение краткого периода времени в голове, на тесты интеллекта такие вот связанные с выбором, например, у вас есть восемь картинок, и нужно понять, какая должна быть девятая. Аналогические. Да, 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 такие вот простые, то, что называется, невербальные, то есть, не требующие сложные словесные аргументации, тесты, заполнения достающие, условно говоря. и при этом просто присутствовал их телефон. Да, в одном случае телефон, с которым ничего не происходило, лежал на столе, в другом случае телефон лежал в кармане у испытуемого, всего даже не было перед глазами, или в сумке, которая висела на спинке стула, и в третьем случае телефон лежал в соседней комнате. Что вы думаете, вот когда телефон лежал на столе, и ничего не происходило. Испытуемые проваливались значимо и в тесте на объем рабочей памяти, и в тесте интеллекта. Когда телефон лежал в кармане или в сумке, вот объем рабочей памяти значимо снижался. Нет, это не чуть-чуть, он снижался. Но вот тест на интеллект уже выполнялся столь же эффективно, как когда телефон уносили. Вот когда телефон уносили в соседнюю комнату, показатели сразу были выше. Вот представьте теперь человека, который приходит, например, наниматься на работу. И ему вот этот самый кадровый работник подсовывает там наряду с разными опросниками тесты на интеллект, тесты на внимание. А у него телефон рядышком по привычке на столе или в кармане. Он вроде сосредоточен на этом тесте. То есть, по сути дела, идет некоторая утечка. Да-да-да. Собственно, сам Варт свою статью так и назвал brain drain. Утечка мозга в буквальном смысле. Действительно, отток спрашивается чего. То есть, по сути дела, это некоторый мониторинг того, что происходит в важной части меня. я думаю, наверное, да. Силы мысли. Внимание. Но, по сути дела, оно и тут, и там. И от меня не требуется следить за тем, что там. Но я слежу. Потому что это уже часть меня. Потому что это уже часть меня. да, совершенно верно. Вот. И по большому счету получается, что действительно все эти цифровые устройства уже становятся частью меня, частью той среды, в которой я живу. И даже если я хочу от них уйти, но это не всегда удается. Да, вот. некоторое время тому назад такой очень известный когнитивный психолог Дональд Норман, который в 60-е был автором известных первых когнитивных моделей памяти и внимания, потом стал таким гуру когнитивного дизайна, вице-президентом корпорации Apple, да, в общем, иногда интересные бывают карьерные траектории у психологов. Он размышлял уже в 2000-х годах о том, а как, собственно говоря, должны быть задизайнены устройства, чтобы они облегчали нам жизнь и не подчиняли нас себе, да, то есть вот возьмем ту же самую ситуацию многозадачности, да, может, мы какие-то задачи можем вообще делегировать устройству, да, пусть машина сама решит, где ей повернуть, я могу говорить по телефону, да, или пусть печка сама решит, когда ей выключится, а я в это время совершу какое-нибудь великое научное открытие, да, или пусть телефон сам решит, когда ему выключить звук, а когда ему включить звук, чтобы меня не отвлекать. И, собственно говоря, Норман замечает одну очень интересную штуку, что сколько бы мы не обрастали этими достройками и сколь бы мы не зависели от того, что там происходит, нам важно сохранять чувство контроля, чувство того, что это я источник активности, что это я принимаю решение. И, собственно говоря, вот когда мы начинаем делегировать какие-то функции, да, это я загуглю, это мне сейчас по ключевым словам все найдет, это мне сейчас подскажет, какую квартиру мне лучше купить на основании моих данных там водных. Вот как только мы начинаем чувствовать, что вот это уже не я делаю, начинаем открыть. Да, то есть вот он это проследил на примере так называемых умных домов. Я вхожу в квартиру, умный дом начинает подогревать пол, а мне пришлось бежать с жуткой скоростью, потому что у меня вот срочно созвон из дома, мне жарко. А умный дом считает, что мне сейчас нужно пол подогреть, пол подогреть, да, и я врубаю эту опцию. Ну, или навигатор первый раз меня ведет странно, второй раз меня ведет странно, и я вырубаю навигатор, потому что я не хочу ехать туда, куда ведет навигатор. Я знаю точно, как надо. Да, про навигаторы, правда, есть сейчас отдельный вал исследований. Я об этом думала, вот как раз сейчас ехать. Но дело в том, что навигатор, ты не можешь знать, какая авария в пяти километрах на пути твоем, а навигатор подскажет. Это да. И вот очень интересно, что навигаторами люди вообще пользуются независимо от того, насколько они уверены в своих собственных способностях, ориентации на местности, знании города и так далее, да, потому что там действительно есть что подсказать, но с другой стороны... Но иногда он и ведет совсем не туда, и опытный водитель просто его не слушает. Ну вот это вот и есть та самая история, да, про то, что мы возьмем, а что мы не возьмем. Ну, это история баланс, как и везде, как во всех сферах нашей жизнедеятельности. Абсолютно. Вот. Но проблема-то в том, что когда нам накидывают опции, возможности, решения, нам их обосновывают не всегда, да, собственно говоря, сейчас алгоритмы поиска так устроены, что они, конечно, пытаются, например, выдать наиболее подходящую к нашему запросу информацию, но может статься, что самая подходящая окажется на второй и на третьей странице поиска, да. И тут вопрос, я пойду по первой ссылке или я все-таки докопаюсь до того, что больше всего подойдет мне. и пока на самом деле совершенно непонятно, как мы научимся балансировать, да, вот с одной стороны человеку важно, что это он, что это его я, что это его выбор, это то, что он помнит, то, что он заметил, то, что ему нужно, то, что ему нужно, да. А с другой стороны цифровые инструменты пока еще не всегда различают. Нужно, не нужно, полезно, не полезно, вот дают, бери, да, вот тебе лайки, вот тебе текстовые ссылки, вот тебе еще что-то. Мозг-то уже перестраивается под влиянием опыта работы с этими ссылками. и представление самого человека о том, что относится к нему, а что разумкнуто во внешний мир и является частью во внешнем, частью внешнего мира размываются, да, в этом плане никому не придет в голову считать стоящую на полке книжку, да, частью своей памяти. Да. А вот с цифровой средой все не так. Вот это очень, конечно, интересное время живет. Как бы, да, мы уже об этом знаем, но почему так и как оно устроено на самом деле, это вот мы как раз активно пытаемся изучать. Сейчас вот тоже затеваем новенькое исследование у вас там в памяти. Да, да, каким образом перестраивается то, как у нас в голове хранится родной язык под влиянием опыта использования вот этих предсказывающих систем, которые сами за нас пишут то, что мы собирались написать, да, ну, или исправляют, если в системе кажется, что мы написали не так. Мне кажется, что тут тоже могут быть очень интересные перестройки. И вот мы буквально в очень скором времени будем пытаться их экспериментально поймать. Очень интересно. Мы будем очень рады послушать результаты этих исследований. Спасибо большое. Тут есть очень много о чем разговаривать. Безусловно. Да, и у меня такое впечатление, что с каждым днем буквально мы с одной стороны будем узнавать все больше и больше, а с другой стороны наши знания будут продолжать оставаться ограниченными. То есть по сути дела нам придется заниматься реконструкциями. Вот эти люди, которые называют себя нейроархеологами, они как раз занимаются такими реконструкциями, не пытаются восстановить, как работал... А что же там было? Да, 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 как работал мозг человека, который использовал вот такие лесики, там, удувайские, или ашельские каменные орудия, да, мы об этом не знаем. Вот сейчас мы уже не можем заглянуть, как бы работал мозг человека, не имеющего опыта взаимодействия с цифровой средой в цифровой среде, потому что уже все так или иначе имеют этот опыт. Хотя, возможно, как-то можно поиграть вот с посетителями и постоянными жителями цифровой среды. Возможно, это один из источников данных, хотя технологии развиваются... Ну, это субъект тем, что это как себя назовешь, да, вот, как себя назовешь. Ну, естественно, да, это, к сожалению, самоотчетная вещь. Да, абсолютно, да, и они тоже могут не соответствовать действительности, ну, и вообще, как бы, технологии появляются быстрее, чем мы успеваем поймать их отпечатки, да, то есть они отпечатываются раньше, чем мы успеваем зафиксировать состояние до отпечатка и после отпечатка, совершенно верно, да, поэтому тут с одной стороны огромное поле для исследований, с другой стороны это всегда исследование, притущиеся немножко в хвосте за технологическим прогрессом. Но мы сейчас еще не до конца с вами прощаемся, у меня еще есть вопросы. По скриптуме хочу вернуться к многозадачности, которую вы отметили, но совершенно в другом аспекте. Я вот о чем хотел спросить. О половом деморфизме в цифровую эпоху. Вот почему, когда я слушала про многозадачность, я вспомнила, как в далеком-далеком детстве и юности, в одном очень научно популярном, очень популярном журнале, я прочитала о том, что многозадачность это пророгатива женщин, мужчины не способны просто вот такое. И недавно, кстати, в 2019 году нечто подобное опубликовал журнал Плос-Ван, то есть эти исследования продолжаются. Меня это, честно говоря, задело немного, потому что я себя считаю не способной к многозадачности, но я не мужчина, и как-то, в общем, мою эту идентификацию женскую это немножечко задело, но речь не обо мне. Вот какие-то ведутся наблюдения, можно ли что-то сказать, цифровая эпоха, она имеет какой-то половой деморфизм? Скользкий вопрос, потому что данных на самом деле... То есть это просто никто не изучал? Нет, это изучают, но как бы есть и в одну, и в другую сторону, скажем так. По склонности к многозадачности, причем скорее даже по социологическим, чем по психологическим данным, вот смотрели очень большую выборку школьников, больше склонны к многозадачности девочки. То есть все-таки это ее жизнь укладывается. В процессе приготовления домашнего задания скорее они будут пользоваться несколькими источниками информации, чем мальчики, хотя и там, и там в принципе есть поползновение на многозадачность. Да, есть такая эволюционная теория, что на протяжении всплывают долгих лет эволюции. Женщина была вынуждена и то, и все. Женщина была вынуждена в основном заниматься вокруг очага, мужчина как более сильный и гонялся за мамонтом, который одна подвижная цель. Да, одна подвижная цель, и как бы нет необходимости. Это такой французский психолог рубежа веков Теодюль Рибо как раз писал на тему, что внимание, произвольное внимание, как таковое, судя по всему, вообще произошло посредством женщин, как он это формулирует. Задача поддерживать внимание к неинтересному, но значимому для решения каких-то задач. При том, что вот если просто смотреть на разные функции внимания, различий между мужчинами и женщинами не обнаруживается. Это было замечательное китайское исследование меньше десяти лет назад, где они взяли почти полторы тысячи человек, почти полтора миллиона проб в разных тестах на внимание, не нашли они различий между мужчинами и женщинами, но там не было задач, требующих именно распределения. Надо посмотреть, у нас в России очень большие исследования медиа многозадачности у подростков прямо сейчас проводят такой фонд развития интернет, которым руководит Галина Солдатова, у них должна быть статистика. Они недавно публиковали очень интересную работу по поводу слабой, средней, сильной многозадачности у школьников, причем показали, что эффективнее те, кто все-таки слегка многозадачен, а не те, кто однозадачен, хотя в принципе многозадачность более затратна. легкие многозадачники успешнее, чем однозадачники, но вот тяжелые как правило все-таки демонстрируют неуспешность. Но я, честно говоря, не смотрела их работы именно на тему различий между мужчинами и женщинами, между мальчиками и девочками. Возможно, там тоже есть что-то интересное, просто имеет смысл глянуть. Это буквально публикация 2019 года. Теперь тоже пойду и загуглю и буду помнить. Спасибо большое, Ваша. Успехов вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok